Число договоров долевого строительства увеличилось. Количество отказов в проведении сделок уменьшилось. Срок регистрации ипотеки снизился до 24 часов. В Тверском управлении Росреестра подвели итоги за прошлый год и обозначили задачи на текущей. Подробности в сюжете нашего корреспондента. 286 тысяч заявлений на проведение учетно-регистрационных действий было рассмотрено Тверским управлением Росреестра в прошлом году. Несмотря на, казалось бы, непростые времена, рынок недвижимости как в стране, так и в Тверской области продолжает развиваться. Да, число ипотек незначительно снизилось. Но зато увеличилось число договоров долевого участия в строительстве, а также количество людей, которые проводят сделки онлайн. Когда-то сроки регистрации были 45 рабочих дней. Сейчас электронную регистрацию, то есть если люди подают через банки, через иные электронные платформы заявления в электронном виде, мы осуществляем за один рабочий день. Максимально быстрый оборот недвижимости важен как для экономики региона, так и для жителей, которые экономят свои средства. Однако есть факты, когда сроки проведения сделок существенно затягиваются. И здесь речь уже о качестве подготовки документов. В прошлом году было отказано в более чем полутора тысяч сделок. Это меньше, чем годом ранее, порядка 0,6% от общего числа заявлений. Чтобы привести этот показатель к нулю, Росреестр работает с участниками рынка недвижимости. Риэлторами, нотариусами, кадастровыми инженерами. Проводит обучающие семинары, разбирает типовые ошибки. Но есть те, кто умышленно делают ошибки. Граждане обратились. Один кадастровый инженер пошел на поводу, наверное, или как-то у заявителя своего и сформировал границу участка там, где этого участка никогда не было. В результате граждане, у которых захватили их землю, обратились в суд. Суд признал неправомерность кадастрового инженера. Не умысел ли это? Наверное, умысел. За прошлый год по решению суда было оштрафовано 10 кадастровых инженеров на сумму 285 тысяч рублей. На этот год задач перед ведомством немало. В их числе перенос в электронный вид границ Тверской области населенных пунктов. А их свыше 9,5 тысяч. И это самый большой показатель в России. Будет усилен контроль за арбитражными управляющими. Только за прошлый год правительство области при участии Росреестра уменьшило задолженность по заработной плате банкротных предприятий на 100 миллионов рублей. Продолжится работа по повышению уровня подготовки кадастровых инженеров. Как выбрать специалиста, который четко и вовремя выполнит свою работу, наш телеканал расскажет в ближайшее время. Завершилось коллеги награждением лучших сотрудников, а также представителей средств массовой информации. В их числе корреспондент медиа Ходинга, Тверской проспект.